вопрос штукатурка или выравнивание стен злободневный насущный вопрос который повторяет из объекта в объект зачем равнять стены если они ровные здесь так примерно и было но вот смотрите какой слой получился порядка полтора два сантиметра вверху почти в скляне 2 миллиметра вот как то так это не говоря о том обычно как на проект приходишь с правилом да вот так вот пришел сейчас я вам проверю 1 1 вроде нормально а ты все равно каждый клочок не поменял может здесь как какой-нибудь середине шишка вот как данном случае у нас вот здесь вот по центру шишка была то есть ее сбить не собьешь на что это спряжение плит они подровняли может быть какое движение произошло не знаю вот он как пупырь здесь вылез сантиметровый даже больше вот и получается что мы подписываемся под такую работу отвечая качество в дальнейшем то что заказчик может легко сказать а почему вы не настояли почему вы меня не переубедили я же не знал что это так будет криво смотреться по плинтусу я же не знал что когда я шкаф поставлю он будет ровно стоять это что будет щель так вот эти на не да там не по уровню стена то есть вот эти все нюансы или я не знал что когда дверь поставишь что она все время будет закрываться если мы ее по стене поставим да а фактически так получается стена с откосами надо надо иначе диагональные откосы буду да здесь заборник кривой будет получается да спряжение потолка плинтуса да потом шкаф поставишь надо надо шкаф купе подходит ударяется надо надо то есть фактически куда ни кинься у нас сейчас такой интерьер что везде все это надо и ты можешь если сказать что это ничего страшного фактически будешь виноватым как обычно раньше мы такими вещами занимались любили то есть говорили да ничего это видно не будет это не так заметно и это будет дешевле для вас вот эта ключевая фраза то есть штукатурить это дороже да понятно этой трудоемче для нас но в итоге страдаем в конечном итоге мы даже из расхода по технологии гоним мы два слой шпаклевки оно должно быть вот обои допустим это технология но мы сами для себя делали для заказчика один слой я протянулся нормально будет ну да экономия а потом мы начинаем мудрить потом начинает под шпаклевкой заходит и видит там проплешивает там и ты объясняешь ему нужен один слой почему они то есть чё сэкономить что он проплечена стена она будет видишь шпаклевка ты накладываешь не слой ты поведешь по фактически стене ты даешь оттенок до этого время увеличивает нам по-любому вот я еще про выравнивание хотел немного вот как обычно углы примыкания мы сейчас тоже так не подписываемся по одной простой причине от угла отводишь у тебя здесь получается ямка да то есть до какой степени отводить то здесь по любому в уровне должно быть получается здесь ты в уровне ставишь сюда отводишь сюда отводишь здесь какая-то яма по-любому здесь получается ты затягиваешь это уже по маякам вот это вот уже не сходится с этой до принтерс а представьте ситуации заказчик вот вы уже все сделали и заказчик потом говорит хочу молдинги по потолку да вы сказали ну все сделали и ты такой не молдинги не получается а почему а потому что нас кривые примыкания почему кривые а чё нереально потрогать чё сильно кривую ты такой да вот смотрите раз у тебя там рука пролазит о ребят а что же вы так мы таки ну мы же вам объясняли откуда я не думал что так если бы так я бы естественно не согласился как часто бывает и все и ты впросак начинаешь залазить витаме там правило равняешь правилам тут накидываешь уже получается шпаклёвочкой штукатуришь у нас были такие очень часто много таких случаев это глупости нашей то что мы берем инициативу на себя не подписываться под а то есть зачем ты предложил показал 17 то что человек сам выбирает все это его задача когда он выбрал уже решился тогда это все это уже на нем и какие-то недочеты или что-то ты уже это не бесплатно во первых делать а во вторых тебе самому не обидно вот у нас в данном случае выравнивание от штукатурки всего лишь на 100 рублей отличие естественно заказчик выбирает штукатурку а почему почему у нас такая разница потому что выравниваем и дел здесь делаем в несколько слоев то есть мало того усадку вот мы угол свели потом нам надо отвести уже вот так то есть сначала такое движение потом такое потом мы бьем по низу до правилам тоже сначала отвели так потом сводим на нет соответственно вот эти все манипуляции все движения это больше времени больше времени и в итоге нервов много потому что в итоге заказчик приходит говорит о чем у меня вы здесь в середине вот эту яму не закидали а ты горишь не подожди мы что-то по примыканию не ну но это же видно ну вот смотрите ямка какая-то было чуть-чуть кинуть на сериале возьмите сзади закидайте да и получается такая неудовлетворенная работа что ты не можешь до конца понять пойдет это или нет и все время большой вопросительный знак твоей работы когда ты по маякам штукатурить все однозначно только претензии к тебе что ты там не неправильно маяки поставил или это там неправильно за что-то все однозначно этот вопрос закрывается больше никаких не будет претензий если ты все правильно делаешь соответственно нареканию заказчика не будет да есть допуски есть моменты нюансы это все понятно здесь никто не говорит о идеальности чтобы там купюра не пролазила подправила как многие любят у нас хвастаться вот но однако несмотря на то что мы вот таким образом действуем мы мало того не обижаем заказчика самое главное потому что в конечном итоге это боком отразится для нас мы не получим своих денег заказчик скажет если бы я знал что такое качество будет я бы отказался каркасник канал помню не многие спрашивают почему каркасник вот как раз вспомнила такая технология панели собирали пенопласт внутри брусками даже если минеральная вата собиралась смысл другом мы продевали самую низкую цену там ставим 4000 рублей за квадратный метр у нас был попал мы считали работа спор помню да было такое то есть это вообще мы потом смеялись вот это мы дели заработали ну вообще начинали чего опыта нету и многие приходили же приходит есть фирмы которые готовы может быть и в вашем городе где-то есть проекты вот я такое хочу допустим не устраивает какая цена 600 тысяч допустим уже готова сработать но они не учитывают что внутри допустим нету везде у них что внутри допустим нету утеплительной стороны до гидроизоляции там пароизоляции то есть таких моментов там отсутствует или брусок сам на 150 а 100 вот получается то же самое как и здесь то есть нет прозрачность если здесь у нас мы говорим прозрачность штукатурка на 100 рублей дороже чем выравнивание но штукатурка это уже вся ваша единая плоскость вы уже не заморачивайтесь не переживайте где у вас пупырь и еще что то то есть человек видит и выравнивая что это будет выглядеть из себя выравнивание ты это рассказываешь и человек принимает решение это правильно вот я с каркасником как раз вот там была закрытая вот такая тематика у этих фирм что заказчика не понимал за чего платят уже готовый вот все а ему потом не а это не входило смотрите нам еще когда-то пароизоляции гидроизоляцию провести и вот это а внутри надо же я же ведь вам спрашивал я вот этот же домик ну да вот он но только вот нету комплектующих еще на 200 тысяч все то же самое здесь ну да то же самое то есть заказчик очень часто не понимает таких вещей даже вот элементарно говорит что углы не будут 90 градусов и люди пугаются думают что это кривые стены будут ты им говоришь да будут ровные стены просто в углах не будет 90 и вот мало заказчиков которые понимают что это такое ты объясняешь что в уровне стена в плоскости будет но относительно друг друга не не под 90 там может 88 градусов 92 там ну поэтому такие вот моменты интересные просто когда заказчика это донести чтобы он понял вот так вот так что вот мы здесь штукатурим и надеемся что больше не будем нигде выравнивать а если а если не уровень то просто шпаклевать если выравнивать то узнаешь тоже есть такие моменты мы человек хочет принципиально это мы просто прошу тогда за это и платье ну нет допустим я хочу выравнивать ты ему объясняешь до него может быть не доходит а может быть вот по принцип такой человек ты же не знаешь наше дело же не ссориться заказчиком она же делать во первых чтобы отношения были выставки клиентской базы существовал ты же подстраиваешься но это же антиреклама для тебя все заказчики другие приходят потенциальные да скажет кто вам такое здесь на дело да есть вот одни мастера с маленькой буквы согласен здесь какой-то с одной стороны вроде антиреклама когда вот подписываешься потому что заказчик говорит но ты понимаешь что это на финише очень плохо будет это тоже самое знаете как это сравнить или классификация слова класс короче мастер-электрик тоже многое зависит когда у человека идет трасса и у него все ровно перпендикулярно 90 градусов и тому подобное это видно и а можно же было сэкономить по правам можно по прямой пропускать как хочешь сделать вот как здесь пустили здесь все перпендикулярно но без гофры сэкономили правильно нет во первых смысла нет ну и сэкономили смысл их нет ну потому что за гофру за погонный метр тоже там какая-нибудь да если вы каркасный по-любому бы такой не прокатило но я не можно же было не так вести до крадетки можно было наискать а это можно параллельно что-то ну конечно все можно сделать экономия экономия это экономия мои экономия сейчас по нашим деньгам опробу знаешь какой дорогой да потому что вот покупали знаю по нашим деньгам это существенно сейчас в наше время мы живем то есть ну можно было сказать это но не подписываться электрике под такую ерунду потому что это их не марка это их не лицо да вот так приходит скажет о как все то есть это понятно но не подписываться почему потому что я же говорю это класс человека который выработал себе выработал себе заказчиков и тому подобное он не будет халяву из-за каких-то там 50 метров допустим портить себе репутацию нет то есть смысла нет поэтому всегда вот все четко и даже человек который не соображает допустим тоже за самым заказчик он прекрасно приходит он видит как у него все культурно сделано он видит маяки как натянуты где соприкасается со стеной где там полтора сантиметра как бы не придумывали потому что если ты хочешь качественный ремонт он понимает ну должно быть поэтому для него вот открытость он это видит что да я не зря за это заплатил деньги олег как думаешь вот такая прокатит поверхность или мне пора срезать уже пошел срезать